Поддержка многодетных семей, экономическое развитие и повышение промышленного потенциала республики – это ключевые темы еженедельного заседания в Доме правительства. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Решение принято. Уже с начала следующего года семьи начнут получать пособия за третьего ребенка. По самым скромным подсчетам, в бюджет на эти цели будет заложено 500 миллионов рублей. Уточненные цифры необходимо представить федеральный Минтруд. От этих расчетов будет зависеть дальше уже количество детей и сумма пособий, которые в проекте бюджета 2018 года, который я внес в госсовет, они еще не предусмотрены. Президент своим указом сейчас установил коэффициент 2. Тем самым у нас появляется возможность, начиная с 2018 года, участвовать в федеральной программе. И семьи, которые будут иметь третьего ребенка и последующих детей, будут получать соответствующие пособия. Члены правительства обсудили и предварительные итоги социально-экономического развития региона. Индекс промышленного производства в республике продолжает расти и превышает 102,5%. Неплохие показатели демонстрируют предприятия машиностроительного и химического комплексов. На новые рубежи выходят и сферы электротехники. В Сколково продолжается строительство цифровой подстанции, в которой применяют и научные разработки наших инженеров. В сентябре и текущем году начали монтаж и в марте 2018 года будет завершен монтаж первой цифровой подстанции России. Электропаратный завод для супрасовременных атомных ледоколов, это Арктик и Сибирь, и приступил к новому проекту, это отгрузки оборудования для третьего, это Урал. В правительстве контролируют и ситуацию в концерне тракторные заводы. Сейчас решается вопрос по переходу предприятий в структуру Ростеха. Для производственных цехов этот процесс должен пройти бесполезненно. На наблюдательном совете одобрено выделение дополнительных средств, порядка полутора миллиардов рублей для погашения текущей налоговой задолженности, задолженности по заработной плате перед работниками, ну и соответственно за поставленные энергоресурсы. Под управление Ростеха предприятия концерна должны перейти уже до конца ноября. Не исключена оптимизация производства. В правительстве региона готовы выделить необходимые средства на переобучение работников завода. Почти три тысячи работников тракторных заводов готовы по нашей программе занятости переквалифицировать, переобучить. Завтра уже наши представленные расчеты посмотрят, сколько денег правительство Российской Федерации, принимая решение, может нам дополнительно выделить. То есть мы занимались и занимаемся этими вопросами. Кто-то хочет подавать, что мы там самоустранились. Мы никогда не самоустранялись от разных вопросов, которые создают социальную напряженность. При любом исходе на рынке труда Республики количество вакансий превышает 17 тысяч. На работников заводов спрос большой. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика.